Хауди-хо, друзья! Как-то недавно я сказал, что Пайтон это топовый язык и что именно его нужно сейчас учить, чтобы в будущем стать магистром йодой. И это реально так, уже сейчас Пайтон-разработчики расходятся как горячие пирожки в суровую зимнюю погоду. Правда, это очень быстро привело к тому, что меня теперь каждый день в личку донимают вопросами по типу «Слушай, Хауди, а как выучить Пайтон?» И с одной стороны вопрос может показаться крайне тупым, но если подумать, сейчас реально в инете можно нарваться на целую кучу устаревших или просто левых ресурсов. На Салалерн тебе максимум покажут, как написать «Hello World», а в книжке какого-нибудь Зеда Шоу с обнадеживающим названием «Легкий способ выучить Пайтон» тебя всю гребаную книгу будут учить версии Пайтон 2, поддержка которой в 2020-м так и вообще прекратится. Но ты ведь этого не знал? Ай, не надо. Ведь сейчас я расскажу тебе, что читать, что смотреть и чем пользоваться, чтобы не потерять свое драгоценное время зря. И кстати, даже если ты уже прошаренный масленок в Пайтоне, все равно посмотри, возможно и ты узнаешь что-то годное для себя. И начнем мы, нет, не с книги, а с редактора кода, потому что это первое, на чем ты будешь заморачиваться. И выбор редактора кода можно сравнить с выбором девушки. Плохому редактору нужны от тебя только деньги, а в трудный момент он просто вылетит или заставит компилить код внешними инструментами. И чтобы не тянуть резину, я сразу посоветую тебе пайчаром. Хотя, конечно, есть много других альтернатив, это и Sublime Text, и VS Code, и Commodore Edit, и Atom, и много чего еще. Однако, только пайчар может похвастаться целой пачкой очень крутых функций из коробки, и все это абсолютно бесплатно. С другой стороны, может показаться, что такой мощный инструмент новичку использовать смысла нет. Так вот, в целом, я разделяю эту позицию, но лучше сразу начать привыкать к хорошему, тем более учитывая, что это абсолютно бесплатно. И вот, когда с редактором ты уже определился, пора задуматься о том, где и как изучать Пайтон. Честно сказать, вариантов очень много. Спроси 100 разных Пайтон-разработчиков, как лучше начать изучение этого языка, и ты получишь 100 разных вариантов. Я же порекомендую путь наименьшего сопротивления. Хороший вариант стартануть грамотно, это книга «Байт оф Пайтон», или же «Укус питона» в русском варианте. По ней Пайтон изучают даже ребята из НАСА. Сама же книга очень простая, но дает правильный пинок под зад, и все это за каких-то 150 страниц. А вот уже после ее прочтения, а это много времени не займет, я бы порекомендовал пройтись по алгоритмам, и это действительно важно. Здесь в игру вступает книга «Грокаем алгоритмы» авторства Дети Абхаргава. Грокнуть значит понять материал так, что наблюдатель сам становится частью объекта наблюдения. Именно это ты здесь и получишь. За каких-то 300 страниц тебя научат популярным алгоритмам по сортировке, рекурсии, хэштаблицам, а также общему принципу построения алгоритмов. И когда будущий работодатель спросит у тебя, знаешь ли ты, например, алгоритм Дейкстры, то ты не растеряешься. Но лично я считаю, что и этого мало. Все-таки при всем своем практичном подходе авторы книг очень любят теоретизировать. И это приводит к тому, что новички в Пайтон, сталкиваясь с первыми реальными задачами, начинают адово тупить. В этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже здесь наши полномочия и все. Так что после прочтения работы о Дети Абхаргаве я бы посоветовал тебе плотно взяться за проект Эйлера. Если ты впервые о таком слышишь, ничего страшного, все бывает в первый раз. Проект Эйлера был создан с одной простой целью, вбить тебе в голову навык построения алгоритмов, причем на примере реально встречающихся задач. Начиная с самых элементарных задачек по типу «найди числа, кратные 3 или 5», постепенно уровень сложности будут поднимать, и твой навык будет заметно расти в геометрической прогрессии. Всего задач в проекте Эйлера в данный момент насчитывается 649, и почти все они переведены на русский язык. Конечно, проходить каждую задачу не обязательно, но решить хотя бы первую сотню я бы очень порекомендовал. И ты сейчас можешь подумать, а зачем так заморачиваться с алгоритмами? Нихуя себе! Дело в том, что без алгоритмов программирования никуда. Когда перед тобой встанет реальная задача, скорость и эффективность ее решения прямо пропорционально будут зависеть от твоего умения выстраивать свои и использовать существующие алгоритмы. Ну а если тебе все это кажется сложным, то ты можешь пойти по другому пути. Например, записаться на курс по Python для веб-разработчиков. Это тоже вариант, и тебя там научат всему, что только может пригодиться в работе. Причем у такого подхода к изучению есть свой большой плюс. Когда ты записан на курс, автоматом включается мотивация учиться. Потому что каждые несколько дней будут проходить уроки и выдаваться домашние задания. И будто в школе или в университете, ты не захочешь пропускать занятия. Хочешь или нет, ты придешь на урок. И это особенно полезно всем тем людям, для которых самостоятельное изучение материала проблематично. К примеру, уже 18 марта стартует курс по теме Python для веб-разработчиков от школы Skill Factory. Занятия будут длиться 6 месяцев, и за это время тебя обязательно научат всему, что нужно, чтобы создавать веб-сайты на языке Python. В том числе ты научишься языкам HTML, CSS и невероятно крутому фреймворку Django. Для записи на курс тебе не нужны никакие стартовые знания. Всему научат на месте. Все, что от тебя требуется, это желание стать Python-разработчиком. И к концу курса тебе даже дадут поработать с реальными проектами. И научат, как проходить собеседование и как выполнять проекты на фрилансе. В общем, все, что нужно для качественного старта. Ссылку на этот курс я оставлю в описании под роликом. Сообщи менеджеру промокод HowDiHo и получи жирную скидку в 10%. Ну и после того, как ты пройдешь задачи Эйлера, уже будет смысл продолжить изучать сам Python. И здесь в игру вступают более серьезные источники. В частности, лично я бы порекомендовал углубиться в книгу «Изучаем Python» авторства Марка Луца. А сразу после ее прочтения взять в руки его же книгу «Программирование на Python». И хотя это все займет у тебя немало времени, поверь, результат не заставит себя долго ждать. Именно таким образом ты сможешь чуть ли не в совершенстве овладеть языком Python. Дальше останется лишь много практиковаться и, конечно же, учиться дальше. Уже на этом этапе есть смысл изучать библиотеки и фреймворки Python. Например, научиться выстраивать GUI-интерфейсы для своих программ или писать плагины. С этой целью я бы порекомендовал проект Awesome Python. Ссылку на него я также оставлю в описании под роликом. И здесь ты найдешь свыше 100 самых крутых готовых решений для Python. Конечно же, изучать и знать это все необходимости нет, но как минимум разбираться в самых топовых библиотеках и фреймворках очень даже стоит. К этому списку минимально я бы отнес Django, VxWidgets, Request, Scrappy, Pillow, SQLAlchemy, конечно же BeautifulSoap, Pygame и, наверное, Sphinx. А для написания ботов по Telegram можно также изучить библиотеку TeleBot. Ведь все-таки боты сегодня это очень важная часть Python программирования. И уже с этой целью я бы порекомендовал пройти слегка старенький, но все еще очень годный и бесплатный курс из 11 уроков по написанию Telegram ботов на Python. Его автор мастер Груша, а сам курс опубликован на GitHub. Я сам когда-то учился писать ботов под Telego именно по этому курсу. Ссылку на него я также оставлю в описании. Ну и на этом, пожалуй, все. Я бы мог еще очень долго и много рассказывать о том, где, что и как лучше учить, но, думаю, для старта всего вышесказанного хватит с лихвой. Не забудь, все ссылки я оставил в описании. И, конечно же, не забудь поставить свой царский лайк, если тебе понравился урок. У микрофона, как всегда, был Хауди Хо. Подписывайся на канал и включай колокольчик уведомлений, чтобы первым узнавать о выходе новых роликов. Удачи тебе в изучении Пайтона. Субтитры сделал DimaTorzok